Теневой рынок табачных изделий в Украине ежегодно наносит государственному бюджету ущерб в размере около 2 миллиардов гривен. Заработки от этого бизнеса не только бьют по экономике, но и дестабилизируют обстановку в Украине. Деньги, заработанные нечестным путем, идут на оружие для преступников и подпитку террористов, как на оккупированных территориях, так и в мирных городах. Насколько масштабна проблема нелегального рынка табака и как с ней бороться, обсудили одесские эксперты. По сравнению с 2014, в этом году таможенники выявили в три раза меньше случаев контрабанды сигарет. Во многом это стало возможным благодаря тому, что теперь через пункты пропуска на Приднестровской границе сигареты провозить нельзя. 70 миллионов в прошлом году и миллион, это количество сигарет, и миллион в этом году, миллион 400. То есть получается тоже около 70 раз уменьшение количества контрабандных сигарет. Они носят такой характер, как я говорю, на автобусе, на тачанках, на еще каких-то, но такой системный, чтобы поток такой, чтобы действительно был опасный для экономики страны, если выражаться, то я не думаю, что он сейчас на сегодняшний момент такой присутствует. Однако причина не только в эффективной работе таможни и пограничников. Украина становится неинтересной для контрабандистов, которые занимаются торговлей левыми сигаретами. Сегодня в Приднестровске рубль, где-то мы имели представление, это 40 копеек от украинской гривны. И даже те цены, которые там есть, они делают для крупных, скажем так, официальных легальных производителей. Данный черный бизнес-контрабанд просто экономически нецелесообразным, необоснованно в высокой степени риска. Несмотря на такие заявления, эксперты также напоминают, традиционно акцизные сборы с сигарет и алкоголя наполняют местные бюджеты. И покупая контрабанду, в том числе и сигареты, человек обворовывает сам себя. Те деньги, которые могли бы быть выплачены на повышение минеральной зарплаты и так далее. Поэтому общество должно в целом начать бороться с ценевой экономикой. Поэтому специалисты призывают сознательных граждан помочь в борьбе с нелегальными сигаретами. Сейчас проводится тест специальной программы, с помощью которой можно быстро сообщать о нарушениях правил торговли табачными изделиями. Программа устанавливает ваше местное положение и показывает, есть в этом лицензия объекте торговом или нет в этом. Если нет, она дает возможность вам сфотографировать этот объект, сфотографировать чек, если вам дали, правильный, неправильный, и отправить все это на почту в налог. Уже 17 проверок, 3 объекта лишены лицензии. Налоговики надеются, что общество поддержит их начинание. Да, пока что потоки контрабанд и сигарет в Украину снизились. Но скоро могут принять новый налоговый кодекс, поднимут акцизные ставки. И контрабанда табачных изделий снова станет выгодным бизнесом. И поддерживая этот бизнес гривной, украинцы продолжат сжигать свои дороги, школы и больницы. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.